В США возмущены решением Германии по отказу от F-35. Как стало известно на прошлой неделе, Министерство обороны Германии решило отказаться от закупки F-35 компании Lockheed Martin. Американский истребитель пятого поколения F-35 был снят с тендера на закупку истребителей для Bundeswehr. По данному тендеру ВВС Германии предполагают заменить истребители, которые уже давно стоят на вооружении ВВС страны. Данное решение Германии направлено на укрепление франко-германского промышленного сотрудничества. Франция и Германия планируют к началу 2030-х создание своего собственного новейшего истребителя. Данный шаг немецких властей является ударом по репутации и перспективным доходам американской компании. У ЛМ были большие планы на поставки F-35 на европейский рынок, и эти поставки казались фактически очевидным фактом, поставки в Германии в том числе. Так, в 2018 году было реализовано для ВВС Бельгии 34 истребителя F-35. Сумма контракта составила 3,8 миллиарда долларов. В связи с этим некоторые американские СМИ запустили кампанию по явной дискредитации решения правительства Германии. Американские СМИ заговорили о возможном снижении сдерживающей эффективности НАТО на Востоке, о том, что Люфтваффе станут менее боеспособными военно-воздушными силами в Европе. Якобы это решение оставит Германию без истребителя пятого поколения, в то время как другие союзники движутся в будущее авиации. В настоящее время 8 стран НАТО согласились приобрести F-35, и у этих стран будет новейший самолет пятого поколения, обеспечивающий им в будущих миссиях Альянса превосходства в воздухе. Без F-35 Германия будет отсутствовать в элитной группе, и немецким пилотам, вероятно, будут даны только второстепенные миссии. Также отсутствие F-35 снизит возможность ВВС Германии по выполнению ядерной миссии в НАТО. Такие заявления опубликованы в американском издании. В других СМИ США трактовки еще более жесткие, высказывается откровенное возмущение решением Берлина. Отдельные эксперты США уже вышли с предложением наказать Германию санкционно не только за отказ от участия в программе F-35, но и за реализацию проекта «Северный поток-2».